Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о моих фаворитах Марта. У меня собралось довольно много интересной продукции, косметической в принципе немного. Больше хочу о таком рандомных таких вещах поговорить, но тем не менее начнем с косметики, потому что ради нее скорее всего вы все и собрались. И начну я наверное с волос. В последнее время мне очень часто задают вопрос о волосах, как я их укладываю, что я с ними делаю, почему они стали такими объемными, что с ними случилось. В общем-то секрет заключается в том, что я начала регулярно использовать термозащиту, которая действительно делает огромную разницу. Мои волосы остаются более свежими и благодаря термозащите они еще и как-то укладываются даже лучше. В общем-то да, в этом как бы весь секрет. И также я еще научилась немножко лучше укладывать свою челку, из-за чего вот все выглядит вот таким вот более объемным. Если вам интересно посмотреть, как я делаю вот такую вот укладку, на самом деле она очень простая, занимает может максимум минут 10, это самый потолок. И при этом выглядит очень так, мне кажется, красиво, слаженно все, в общем-то объемно. И да, в общем-то, что я использую? Сегодня я хочу поговорить конкретно о продуктах. Первое это термозащита от компании Брелил, насколько я понимаю, Брелил Профессионал, серия Юникер. Юникер Ультра Лис Спрей. Кератиновый комплекс. В общем-то, вот такая вот штука попалась мне в одном из магазинов. Я у консультанта долго спрашивала, точно ли это работает, как хорошо оно работает, в общем-то. Она сказала, останетесь довольны. И я ни разу не пожалела об этой покупке. Очень классный спрей, абсолютно не утяжеляет волосы. Разбрызгиватель тут тоже очень классный. Он брызгает не такой вот противной струйкой, а очень таким широким именно спреем. Я не знаю, будет вам видно или нет. Ну, в общем-то, на большую область сложится спрей, и очень-очень мягкая такая вот вуаль. Классная штука, пахнет тоже офигенно, и реально очень классно помогает при укладках. Волосы не пережигаются. В общем-то, очень я довольна. И еще тоже ходила в супермаркете, набрела на вот такую вот штуку от Shantoo. Называется это взрывной объем спрей с экстрактами фруктов у меня. В первую очередь пахнет эта штука просто обалденно. Там много серий разные. Там и фрукты, и еще какие-то запахи. Вот мне фруктовый запах понравился больше всего. Это, в общем-то, спрей именно для того, чтобы создавать прикорневой объем. На влажные волосы, опять-таки, я разделяю свои волосы, где-то вот приблизительно вот в этой зоне. Пару взбрызгиваний таких делаю, и еще тоже как бы по голове там прохожусь, но немного. Секрет в том, чтобы слишком много его не наносить, потому что оно добавляет все равно вот такую вот небольшую какую-то липкость волосам. Не противную липкость. Вот если с ним переборщить, то будет, конечно, противная липкость. Но если совсем немножко использовать, то вот оно помогает, вот если вы вот так вот потом на протяжении дня делаете, вот, видите, этот объем держится. Притом волосы у меня абсолютно приятные, но ощупь нет никакой липкости, нет никакой гадкости. В общем-то, да, вот эти два средства, они очень классно работают вместе. Оба, в принципе, недорого стоят, поэтому, я думаю, каждый может себе их позволить. И раз мы уже пошли по уходу, то давайте по этой стезе и пойдем. Хочу еще тоже вам показать в очередной раз скраб от Фаберлик «Малина и белый шоколад». Это шлифующий скраб для тела. Он просто офигенный. Во-первых, он пахнет, вот, не знаю, как малиновое варенье. Вот 100% не отличить. Я уже практически полностью его использовала, эту баночку, и заказала еще вторую себе такую баночку, потому что он вот просто офигенный вообще. Он работает очень классно. Я его использую на ногах. Перед тем, как делать эпиляцию, он классно просто вот все волоски как-то подымает, как-то те, которые, возможно, какие-то вросшие, он тоже их освобождает. В общем-то, очень-очень классный скраб. Текстура у него классная, работает он классно, пахнет он классно, стоит он дешево. В общем-то, больше даже от него ничего и желательно не стоит, потому что очень-очень классный продукт. И, насколько я понимаю, он сильно долго не будет производиться. В каком-то из каталогов его уже не было. Я перепугалась и сразу заказала себе, как только увидела, что он снова появился. Поэтому не тяните резину, закажите. Вы точно не пожалеете, тем более, что близится лето. И ногам сейчас нужно уделить особое внимание, потому что скоро уже они будут оголяться. Поэтому обратите внимание. В плане ухода за своей кожей хочу отметить сыворотку от Michael Todd. Это сыворотка у меня с гиалуроновой кислотой и витамином С. Очень я довольна этим продуктом. Пользуюсь им уже, наверное, больше месяца так точно. Очень-очень классная сыворотка. Кожа мягкая, бархатистая. Какие-то проблемы тоже убирает. Возможно, какие-то высыпания. Если есть, стоит 1-2 ночи подряд нанести эту сыворотку. И кожа опять возвращается в какое-то очень приятное состояние. Мелкие морщинки тоже разглаживаются. Какие-то мимические, например, такие, как на лбу у меня есть. В общем-то, очень я довольна этой сывороткой. Она действительно, мне кажется, идеально подходит для тех, кому где-то около 30 лет. Там чуть-чуть плюс, чуть-чуть минус. В общем-то, обязательно обратите внимание на эту сыворотку. Потому что Michael Todd делает действительно действующие средства, которые реально работают на коже. Реально видно результат. И те, кто через Симплом заказывал средства Michael Todd, все потом мне пишут и говорят, что действительно очень классно. Поэтому, если вы ни разу не пробовали, но всегда вам было интересно, вы просто не думайте. Закажите себе эту продукцию. Тем более, кстати, если вы через Симплом заказываете, то через Симплом есть постоянная скидка. Я оставлю обязательно ссылку внизу, кому интересно. Но я вам гарантирую, если вы возьмете Michael Todd, какой-то режим или даже какой-то отдельный продукт, за гарантией 99,9% вы не разочаруетесь. Спорт это еще один огромный фаворит прошлого месяца. В прошлом месяце я начала снова заниматься спортом, записалась в тренажерный зал и теперь стараюсь регулярно бегать. Об этом я хочу отдельно поговорить, потому что меня это очень сейчас радует вообще. И я с удовольствием занимаюсь спортом. И в недавнем своем влоге о спорте я рассказывала, что у меня есть проблемы с суставами. И суставы у меня это очень больное место. И я делаю сейчас максимально все, чтобы они меня не беспокоили. И что мне помогает в этом, особенно после тренировки какой-то интенсивной, это вот такой вот крем. Называется он SOS крем для активных людей. Это от Faberlic. В общем-то этот крем очень классно работает после того, как я сделала тренировку. Я вообще тренируюсь со специальным таким бандажем на коленке. И после того, как я этот бандаж снимаю, все равно вот какой-то дискомфорт немножко есть. Я пользуюсь вот этим кремом. Он так очень приятно разогревает, как будто колено. И сразу вот все неприятные ощущения уходят. Очень мне понравился этот крем. Буду заказывать его еще, если он у меня закончится. Но здесь его довольно много. Если пользоваться так как бы локально, то на очень долго хватит. Это не лечебное средство. То есть если у вас есть какие-то там артриты, артурозы и так далее и тому подобное. Какие-то воспалительные процессы. То он скорее всего не вылечит ваши суставы. Но тем не менее, вот после какого-то напряжения, после тренировок, вот как собственно и заявлено на упаковке, очень классно работает. В декоративной косметике у меня каких-то особых там фаворитов в принципе не было в последнее время. Вы можете посмотреть фавориты февраля или января. И там в принципе абсолютно все эти два видео покрывают. Всеми теми же продуктами я пользуюсь по сей день и они мне очень нравятся. Но есть у меня один фаворит из декоративной косметики, который действительно занял такое особое место, такое занял в моей жизни. И сейчас я говорю о вот такой вот штуке. Это NYX Wonder Stick. Это стик хайлайтера, ну стик для контурирования. С одной стороны здесь вот такой вот кремовый продукт серо-коричневого оттенка для того, чтобы собственно делать контурирование, скульптурирование. А с другой стороны здесь очень светлый такой стик, который также соответственно нужно использовать для контурирования. Очень классный продукт. Я вот прям не ожидала, что настолько мне понравится. Мне с кремовыми продуктами для контурирования в последнее время как-то очень сильно не везло, потому что они либо были неправильного цвета, то есть цвет был такой вот рыжевато, какой-то непонятно что. И именно тень мне не удавалось создавать такими средствами. И я долго искала, чем можно воспользоваться в плане такого действительно жесткого контурирования, когда нужно сделать контурирование для фотосессии, например, или какое-то особое там для какого-то события. В общем-то это очень классная штука. В оттенке у меня, кстати, Light Medium. И здесь вот это средство для контурирования действительно правильно такого серо-коричневого оттенка, который очень сильно напоминает естественную тень. Он классно подходит как для повседневной жизни, потому что его можно очень легко растушевать. Кстати, тушуются тоже, просто как сказка. Стоит нанести, нарисовать какие-то определенные линии, потом пальчиком немножко подтушевать, кистью подтушевать. И очень так как-то гармонично выглядит, но в то же время эффект сразу на лицо. В общем-то мне этот продукт очень нравится. Если вам нужны кремовые какие-то продукты для скульптурирования лица, обратите внимание на вот этот, потому что он действительно очень классный. Ничем не хуже, чем какие-то более дорогие стики вот такого вот плана. В общем-то присмотритесь, очень-очень классный. Именно вот этот оттенок Light Medium действительно такой серо-коричневый правый цвет. И последний просто огромный фаворит прошлого месяца это влоги. Я до этого влоги снимала очень редко, но мне с одной стороны как-то нравилось их снимать, с другой стороны не нравилось. И в основном мне нравилось из-за того, что мне было неудобно телефоном снимать влоги, потому что телефон он как-то не настолько маневренный, наверное, то есть трудно переводить кадр с одного места там на другое, с меня, например, на какое-то определенное место или предмет. И из-за этого как-то влогами я не сильно увлекалась, но в последнее время вот именно в марте у меня появилась вот такая вот камера от Canon. Это Canon Allegria Mini называется камера. Она просто обалденная для всех людей, кто любит снимать влоги, для тех людей, кто любит, я не знаю, ну просто снимать какие-то, возможно, там семейные видео. Она очень компактная, достаточно там положить ее в сумочку, она абсолютно никакого места не занимает, но в то же время она снимает хорошего качества видео и хорошего качества звука. Вот это две вещи, которые очень трудно соединить в себе, потому что iPhone снимает, если видео еще неплохо, то звук всегда очень отвратительный. И нужно снимать либо через наушник с микрофоном, либо как-то там еще изгаляться, поэтому мне очень нравится вот эта камера. Здесь вот так вот поднимается экранчик, вот так вот она выглядит в сложенном состоянии. Вот так вот вы поднимаете экранчик, включаете ее, вот сейчас она включится, и вот буквально пару секунд проходит, и она уже готова к съемке. Здесь появляется на экранчике то, что вам нужно снимать, и вот так вот вы снимаете там то, что, например, находится перед вами, и тут же я переключаю экранчик, вот так вот переворачиваю его на другую сторону, и все, я уже вижу себя, я уже могу снимать себя, там что-то рассказывать, в общем-то вам махать, там и так далее, тому подобное. И сразу же я опять меняю, например, направление кадра, и опять переворачиваю экранчик. В общем-то, влогеры меня поймут, это очень классная такая штука, и качеством я более чем довольна. Таскаю постоянно с собой эту камеру, не знаю, когда буду снимать, но когда случается что-то там, например, интересное, я куда-то собираюсь, я ее достаю и снимаю этой камеры. В общем-то, очень-очень она мне нравится, и действительно, вот одна единственная вещь заставляет совсем по-другому начать относиться к какой-то тематике видео. То есть, влоги мне очень сейчас понравились, и вам, судя по всему, они тоже нравятся, потому что, судя по статистике, вы их смотрите даже никтошка больше, чем мои бьюти-видео, и комментируете тоже больше. Это мне очень приятно на самом деле, потому что мне нравится такое вот живое общение, не только на косметические темы, но и на какие-то такие обыденные темы. В общем-то, да, влоги я буду продолжать снимать. Очень-очень-очень-очень-очень я довольна этой камерой, просто ее обожаю. Это огромный фаворит моего прошлого месяца. Ну, а ты все поделилась с вами всеми своими фаворитами последнего месяца. Обязательно напишите внизу фавориты вашего прошлого месяца, или, может быть, то, что вы сейчас активно используете. Мне будет очень интересно об этом услышать. Если у вас есть какие-то еще вопросы по теме этого видео, или, может, не по теме этого видео, обязательно тоже задавайте внизу, и увидимся с вами в следующих моих видео. Пока!